Здравствуйте, дорогие зрители. Снова с вами мыльная пена с новостями латинских актеров и актрисах. Первая наша новость о Марио Симарро, который таки нашелся на мексиканском Кадена Трес. Он активно снимается в сериале Войлве Темпрано и будет там полицейским по имени Антонио Абеллика, расследующим детективную историю, случившуюся в очень респектабельной семье. Прошла такая информация, что эта новелла снимается для Телемунда, что нас очень даже радует, поскольку тогда эту новеллу увидят и американцы. Ну, хотя всякая информация нуждается в проверке, поэтому немножко подождем. Но пока что нас интересует другое. Как это у Марио получается так талантливо залечь в тину и притвориться бревнышком? Ни тебе скандалов с пьянками-гулянками, ни ярких эпатажных поступков лежит себе и не отсвечивает, увлеченно подчиняет примус, как герой известного романа Булгака. А слава такая, что хоть святых выноси. Парадокс какой-то. И ведь опровержений куча и прямых свидетельств, что вовсе он не такой ужасный. А вот падишь ты. Такое ощущение, что и Кеннеди он убил, и часовни, сами понимаете, разрушил. А ведь есть у нас в мире латино гораздо более брутальные личности. Ну вот, например, из последнего. Так сказать, то, что музыка нам навеяла. Марк Татчер практически подрался с Фердинандо Валенсия на съемках новеллы. Сначала Марк долго доставал Фердинандо, не особенно удачными шутками, мягко скажем. Валенсия не выдержал и решил ответить один раз, но прямо физиономию Татчера. Растащили детишек, отправили каждого в свой угол. Или Эдуардо Янис и Эрнесто Лагвардия не могут никак найти взаимопонимание. И даже хуже, не могут вообще в одном месте в одно время находиться. Испытывают острую личную неприязнь. Вы скажете, детский сад? Да, именно он. На худой конец начальная школа. Потому что, как известно, актеры по своему психоэмоциональному состоянию натуральные дети. Или, например, Итатик Антураль. Который не здоровается на съемочной площадке вообще ни с кем. А когда здоровается, то лучше бы она этого не делала. А, кстати, про Лалу Яниса у нас есть и приятные новости. Он открыто встречается с актрисой Африкой Сауала. Пару лет назад Эдуард говорил, что ему от женщины нужно всего ничего. Чтобы была красивая, умная, спокойная, хорошая хозяйка и в постели рукодельница. Скромные требования, не так ли? Ну, вот, видимо, нашел такое. Поздравляем. Хотя про Африку пишут, что она настоящая дива. То есть, покой на съемочной площадке в ее присутствии только снится. Еще один пример актера и певца чрезвычайной мягкости и пушистости. Пабло Монтеро. Давно мы о нем не говорили. Он официально подтвердил, что теперь уже живет отдельно от жены. Источники сообщают, что Каролина согласилась отпраздновать с ним его день рождения и после этого выставила его из дома со всеми вещами. Надоели ей его постоянные загулы и измены. Ну, можно женщину понять, потому что Пабло вообще человек в этом смысле выдающийся. Ну, а женщины тоже не отстают. Что же мы только о мужчинах. Вот, например, огроменный скандал был летом между Элизабет Гутеррис и Хименой Наваретте. Дамы обменялись язвительными СМС, где одна доказывала, что Уильям с ней, а другая не верила и требовала предоставить доказательства в студию. В результате Элизабет надоела, и она сказала, что дарит Уильяма своей сопернице. Однако интересно другое. Как в прессу просочились эти вещи? Кто в телефонной компании и за какую самую интересную сумму нарушил конфиденциальность, какое слово замечательно, богатое, и приватность? Вот просто интересно, сколько этот человек получил? И сколько он может получить лет в федеральной тюрьме? Другой конфликт был между Элизабет и известной мексиканской ведущей Шаник Берман. История была какая-то странная, чрезвычайно. В твиттере Шаник появилась шокирующая запись, желающая смерти детям Элизабету Уильяма. Буквально было сказано так. Желаю ублюдкам Элизабет Гутеррис поскорее, пардон, подохнуть. Естественно, Элли пожелала Шаник полечиться и как можно быстрее. Шаник стала уверять, что ее твиттер взломали. My account was hacked, так сказать. Но Элли ответила сурово. Она сказала, что ей все это абсолютно неинтересно и вообще ей надоело, что кто-то сует свой нос в ее отношения с мужем или экс-мужем, там уже не разберешь. Кстати, свой день рождения Уильям праздновал с семьей, что говорит о многом. Ну вот еще одна новость из семейства Леви. Там подрастает еще один многообещающий кадр. 18-летний Джонатан или Хонатан, как это зависит от того, на каком языке вы это имя читаете, он уже был причиной медиа-скандала, когда попозировал в женском бюстгальтере. Зрелище, надо было сказать, не особо эстетическое. Ну ладно. На этот раз парень без спроса взял очень дорогую машину брата и отправился на вечеринку. Вилли был очень расстроен и выговорил братцу, что он старается укрепиться в Штатах, что чудовищно много работает на свою репутацию, что чистая правда. И младшенький эту, так сказать, трудом добытую репутацию успешно гробит. Сам, кстати, Уильям в свои 18 лет был юношей воспитанным и уважительным. Могу порадовать его поклонников. Появилось интервью с его соседями в Гаване, которые говорят, что он был очень-очень хорошим парнем, всегда помогал, всегда, в общем, много работал, много учился. И когда уже после года жизни в Штатах он вместе с Элизабет приехал в Гавану, то с соседями пошел поздороваться и даже выпил с ними рюмочку. Ну, это, в общем, говорит о том, что человек с хорошими задатками, что человек, в общем, такой незазвездившийся, ну и как бы то, что в юности заложено было, от этого легко не избавишься. А родственники, ох уж эти родственники, одни проблемы с ними. И вот вам еще один пример. Как мы и предвидели, Майра Рохас решила начать войну против мужа покойной сестры. Она обвинила его в том, что он хочет забрать у него Лусяну, приемную дочь Лорена. Она утверждает, что Хорхе вовсе не такой человек, каким казался, ему просто не хватит зрелости воспитывать ребенка. А мама Лорены и Майры тоже присоединилась к этому стройному хору и сказала, что семья вообще была не в курсе, что Лорена вышла за Хорхе замуж. Ну вот, а Хорхе, в свою очередь, написал открытое письмо дочери. По всей видимости, его к ребенку не подпускают, поэтому он выбрал такой способ. Ну, надо откровенно сказать, что когда это письмо читаешь, в общем, хочется поплакать, потому что так искренне и просто это письмо написано. Там столько любви и к ребенку, и к Лорене, язык не поворачивается, ни в чем осуждать этого человека, честно скажем. Хорхе рассказывает свою историю отношений с Лореной, историю удочерения Лусяны. Решение было принято Лореной и им совместно. Когда он сделал ей предложение, она его приняла, она его сразу предупредила, что хочет ребенка удочерить, извините, и спросила его, пойдет ли он на это. Он сказал, что да. Весь первый год жизни ребенка они были втроем, и перед смертью Лорена просила родню помогать Хорхе воспитывать Лусяну и назвала Хорхе отцом девочки. Он пишет, что не будет вступать в битву с людьми, которых Лорена любила, и не хочет, чтобы Лусяна пострадала от этих битв. Ну, а что? Майера должна быть довольна. Вырвала победу практически зубами. Только о ребенке не подумала, и память Лорены оскорбила. Ну, и напоследок парочка более веселых новостей. Сначала у нас тут неясные слухи о том, что у Рафаэля Аммая и Марицы Родригес возник страстный роман. Опасно это дело при таком мужа, как у Марицы. Актеры существа зависимые, а менеджер такой компании, как Телемундо, тем более ведущий менеджер, может сделать так, что ролей больше не будет никогда и нигде. Ну, что можно сказать? Рафа после расставания с Ангеликой Силай опустился во все тяжкие романов ему приписывают массу. Причем очень странных. И, наконец, самая последняя новость. Айлин Мухико выходит замуж в четвертый раз. На этот раз за бизнесмена. Предыдущий брак с актером Габриэлем Валенсуэлло распался довольно быстро, потому что парень посчитал, что у Айлин слишком сильный для него характер. То есть поломать девушку об колено не получится. Опять же, карьеру она ему помогла выстроить, а дочку он благородно оставил ей. То есть каждый при своем. Он при карьере и при богатой даме, которая его содержит, а она при дочери и при своих проблемах. Ну, надеемся, что очередной муж будет хорошим супругом для Айлин и хорошим отцом для ее детей. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.